Так, давайте я сейчас других соперников буду обследовать, потому что мы с ланцем, конечно, у нас всегда протекает по одному сценарию. Значит, все идет, там, с позиционной точки зрения, все идет неплохо для меня, а потом я роняю флаг цейтноте. Ну, пусть предоставлю это право другим шахматистам тоже сделать. Здесь, кстати, ферзь c2 я когда-то применял. Сейчас вот план с конь g2, знаете, после занятий с Даней Дубовым как-то вот у меня сложилась. Здесь сложилась такая вот, ну, давайте слон Д2 сыграю попроще. Сложилась такая практика, что я коня на Е2 ставлю. В принципе, ферзь c2 там был более принципиальный ход, 2-0, ну, просто А3. Тут не требуется какого-то большого интеллекта, да, ну, давайте g3 сыграю. На слон b7 я просто d5 задавлю черных, все. Вот, я думаю, что здесь у черных за счет преимущества двух слонов, конечно, есть определенные контршансы. Но хотел бы заметить, что пока они вообще практически не развиты. А, вот здесь я вот ставлю пешку на Д5. И собираюсь сделать так, чтобы ферзь в фланг у черных не развивался. Ну, вот согласитесь, что конь на Б8, да, ну, вот так оно пускай и стоит. Оп. Так, вот здесь, кстати, интересно. Может быть, я могу вообще как-то прицепиться вот к пункту Е6. Как вот насчет пункта Е6? Взял-взял конь Д4. Так, и что, собственно, делать? Ну, правда, ферзь С8, так, ладья Ф6, конь Е4, ладья на А6 пойдет куда-то, да? Ну, в принципе... А, не, ну, атака, если так... Так... Тут, правда, кстати, знаете, ход С5 где-то будет подграживать. Здесь нужна какая-то комбинация. Где же ее взять, да? Где же ее взять? Ну, хорошо, давайте... Не знаю, может быть, конечно, есть какое-то конкретное решение. Конь Е4, ладья А6. Мне не нравится, что слон зависает. Ой, ладно, давайте, не буду просто связываться. Пусть соперник как-нибудь сам тут... Да, вот так выковыривается, а я... А я буду ограничивать небольшим позиционным давлением. А вось... Так, ладья А6. Не знаю, может быть, конь Д5 сыграть? Ну, хорошо, слон Ж2, даже вот мне достаточно небольшого давления по белым полям. И то, что ладья на А6 стоит, откровенно говоря, не ахти. Ну, так, сыграю Ф4. Чтобы конь на Е5 не поскакал, ладья на А6 была дурочкой. Ну, вот этого мне достаточно. Так, ферзь Д3. Этого мы тебе, зайчик, не позволим сделать, да? Так, сюда ладья Д1, наверное, надо так сыграть. Я вот думаю, в какой момент Б4 напрячь его. Ну, в принципе, ладья Д1, ход достаточно солидный. Вот интересно, как с коня Е2 мне здесь активизировать, а надо же как-то это делать. Так, погодите, А6 ход. Это что, намек на... Кстати, может быть, я не той ладьей, кстати, сделал. Не той ладьей сделал ход. Может быть, ладья-то на Б1 мне должна была идти. Так, сюда. Ну, давайте Б4, пора, наверное, уже. Ой-ой-ой, я ферзь С6 шаг зеваю. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, дуилка картонная, Серега, что ж ты делаешь-то? Ферзь Б7 это амнистия. Это замечательная амнистия. После ферзь С6 я, наверное, здесь терпел бы определенные неудобства. Да, ну так это немножко совсем другой калинкор. Да, ферзь С6 и там комбия С4, просто такой ход. Ну, вот, начинаю с зевков. Надеюсь, что потом будем как-то продолжать получше. Ну что, значит, конь Д4 взяли. Там под слон Ф6 попадаюсь, да? Так, тем не менее, надо каким-то образом нагнетать ладья на А6. Так, давайте ферзь Ф3 сыграю, что вот по этой диагонали мне не нравится вот это все подвисание. Вот, тем не менее, у черных абсолютно нормальная позиция. Вот видно, что... Так, ладья С8. Ладья С8. Конь-то стоит, кстати говоря, не ахти. Наверное, мне надо его каким-то образом выковыривать. Так, дальше. Конь Ф2. Ну, Е5 не боюсь. Я в 5 задвину. Так, ферзь Ж4, допустим. Пока навалился на эту пешку. Я не знаю, как относиться к пробегу Е5. Наверное, Ф5 сыграю. Другое дело, что ферзь на Ж4 стоит не очень хорошо. Так. Ферзь... Ну, могу сказать, что с позиционной точки зрения пока действую крайне... Крайне примитивно и немножечко сомнительно. Да, ну, конь на Ф2 как-то не... Вот, не зашел. Не зашел в какие-то хорошие поля. Наверное, надо как-то мне так сыграть. А то вот мне не нравится связка. Так, вот. Вот, кстати, началось. Да? Вот началось. Так, ну, допустим, конь Д4. Конь Д4. Вот ощущение такое, что вот-вот зевну, оно меня не оставляет. Так. Ощущение есть такое. Е5. А если я сыграю конь Ф5, допустим, и на Д6 отправлюсь? Как вот вам такой понравится, дорогой товарищ? Конь Д6, мне кажется, серьезный ресурс такой. Я как-то вот хочу съесть очень много. Но там, правда, свои там дела, да? Вот, не знаю, может быть, просто ЖФ взять и дать черной ладье уйти? ЖФ, ладья. Да, кстати, на Д4 может уйти, да? Ну, давайте, проявлю несвойственный мне альтруизм, не стану есть эту ладью. Вообще, идея вот какую-то получить вот такую позиционную доминацию. Д6, Е5, ну и там дальше, может быть, оно как-то само срастется. Значит, ну, давайте посмотрим, срастется ли оно само. Ой, пешка на Ф4 висит. Ой, я глупый человек. Так, Ф7, как бы мне здесь все защитить? Давайте, конь Д3, вот такой надежный делаю ход, чтобы вообще ничего не висело. Так, Ф, вот ставь фигуру по центру, тогда будет все хорошо. Так, на Б5, вот не знаю, давайте, так, Ф5, вот не пускаю коня на И6. 11 секунд, елки с палкой. Сейчас начнется рубилово, да? Ой, сюда, 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 сюда. Так, я здесь вынужден замолчать. И уронил флаг. Нет, дорогие друзья, мне вцепнут, просто нельзя подать, потому что мышка моя движется. Вообще-то я по минутке неплохо играю, но, вы знаете, честно говоря, вот здесь что-то вот на этом сервере, я не знаю, может быть, надо выставить какие-то, может быть, анимация у меня какая-то лишняя. Но так или иначе, так или иначе, вот как только меньше 10 секунд, у меня просто все падает категорически, да?